Здравствуйте, с вами снова я, Александр Северов. Сегодня я вам расскажу про редукционный клапан на двигателе C24NE. Также такой же редукционный клапан стоит на двигателе 2.3 ДТР, то есть это турбодизель 2.3 объемом. Вот, собственно, в чем проблема? У нас здесь алюминиевая крышка, которая может протереться от клапана, который у нас в стоке, родной, то бишь, сделан из пластика. А точнее протирает его не сам клапан, сколько пружина, то бишь, от того, что там как-то пошел неправильный износ, или же у вас там, например, шарик, ну, точнее, не шарик, а наконечник сам подклинивает, то бишь, пластиковый сам клапаночек. Вот. На дизеле, например, там уже крышка не из алюминия, как на C24NE, а из чугуна, и там, как бы, такой проблемы нет. То есть, в принципе, можно перекинуть крышку с 2.3 ДТР на 2.4. В принципе, эту тему я особо освещать не буду, потому что она довольно глубоко освещена уже на форумах. В принципе, лучше там найти инфу, почему? Потому что там можно связаться лично с теми, кто ставил, может быть, там возникли какие-то нюансы, но, в принципе, там не особо тяжело это все дело переставляется. Сегодня я хотел просто собрать инфу и рассказать целиком про решения, если оставлять родную крышечку. Вот. Собственно, одним из способов воспользовался я. Вот. Значит, первый способ. Можно просто оставить родной клапаночек, то бишь, пластиковый наконечник, потому что, ну, не всегда он закоцанный. То бишь, у меня он, например, был целый. То есть, там были косички, но это такая мелочная фигня, она особо не влияет. Вот. И поменять просто пружинку, потому что она продавилась. Ну, и, собственно, чтобы она не жрала саму крышку. Вот. Собственно, пружинка подходит от Mazda 626 и вот конкретно мотор 2.0 FS. То бишь, там она также называется пружина редукционного клапана. То бишь, абсолютно то же самое название. Это первый вариант решения проблемы. Второй вариант. Если у вас и наконечнику, клапаночку, пизда. И, собственно, с самой пружинки тоже пизда пришла. То, собственно, покупаете пружинку от Mazda или же... Ну, про оригинал я тут сейчас особо не говорю, потому что это и так понятно, что можно купить оригинал. И тогда берете шарик от подшипника 12,5 мм. То бишь, покупаете подшипничек предварительно, взяв штангенциркуль и измерив шарики в нем, потрошите его. И затем вам нужно воспользоваться притиркой для клапанов. И аккуратненько притираете шарик. Внутри это редукционного клапана. Вот. Потом надо промыть. Все. И поставить уже обязательно другой шарик из подшипника, который будет новый. И уже поставить пружинку от Mazda. Вот. То есть, такой вот вариант. Так обычно делают, в случае, если там, например, уже дырка появилась в крышке. Вот. Но обязательно ставьте другой шарик. Вот. Ну, его тоже предварительно. Чуть-чуть слегонца притерев. Но не так, как это вы делали с предыдущим шариком. Вот. Ну, шарик, которым вы притираете, можно приварить слегонца к электродику. И самим электродиком притирать. То бишь. Вот. Либо другой вариант. Собственно, таким, которым воспользовался я. Мне показался он наиболее действенным и простым. Собственно, вот этот человек, Lextor 5. Это ник его на Drive 2. Его телефон я оставлю в описании. Я воспользовался, ну, скажем так, его услугами. Он мне изготовил наконечник, сам клапанок. И усиленную пружину. Собственно, клапана. То есть, не просто родную там или от Mazda. А именно усиленную, чтобы по большей части этот клапан был закрыт. То бишь, если у вас там, например, сильно упала производительность маслонасоса. Этот клапанок все равно у вас, ну, точнее, эта пружинка с новым клапаном, она все равно вам поможет и вас спасет. Я решил так поступить на крайняк. Вот. На всякий случай. Почему? Потому что у меня там были вопросы. Хотя по факту потом оказалось, что давление нормально. Но я решил все-таки поменять. Потому что все равно там, как бы, износ есть по крышке. А крышку я не притирал. То бишь, кстати, обязательно, по идее, обязательно надо притирать крышку, чтобы было давление повыше. То есть, чтобы износа шестерин, вот как на фото, да, видно, круглитки такие, чтобы их не было. Вот. То есть, это полируется крышечка на наждачке. На заранее ровной плоскости. Вот. Я так не стал делать. В принципе, как бы, и все нормально. То есть, у меня давление с усиленным клапаном, с новым, который я купил у Лекстера, полтора очка. То бишь, это нормально. То есть, там на... Это на прогретую, на горячую, на холостом ходу. Если же на горячую, ну, на горячую подгазовывать, то там до пяти, до четырех очков поднимается. Вот. Ну, собственно, механическим мерил, манометром. Вот. Такой вот вариант. Номер Лекстера я укажу в описании. Вот. Изготавливает он сам наконечник клапан. Ну, вот этот клапан, да. Из капролона. Пружину делает из стали. Ну, из какой стали, я там, не знаю. Можете у него спросить. Но, в принципе, мне понравилось. Вот. То есть, нормальное качество. Ну, и плюс недорого. Какая у него там цена будет на момент вашей покупки. Я не знаю. Вот. Но, в принципе, я не так много отдал. То есть, оно того стоит. Вообще, я с ним поговорил. Он может, там, то ли с кем-то договориться, то ли сам. Изготовить новые шестерни самого маслонасоса. То есть, по примеру, там, любые, там, размеры он может изготовить. Ну, или там кто-то, там, знакомый его, или еще там как-то. Вот. То есть, вот такие вот решения проблемы, как бы. Ну, и вообще, еще, конечно, есть один вариантик. Вот. Но я его сегодня не буду особо освещать. Потому что, как бы, тема слегонца заглохла насчет этого. Вот. Это изготовление проставки, ну, переходной плиты по-другому, под маслонасос от ГАЗ-53. То бишь, как на 2.3 ДТР, так и на 2.4. Вот. У меня есть схема. Точнее, не схема, а чертеж. Вот. Пластины, которые делали, то бишь, переходной плиты, под полностью маслонасос от ГАЗ-53. Вот. Но там участвует слишком много людей. То есть, это, ну, по цене получается очень дорого. Очень. То есть, там и фрезеровщик, и токарь. Там, вроде как, закаливать еще, возможно, придется что-то. Плюс, там еще надо как-то это подрезать, сращивать валы. То есть, ну, есть, да, схема, чертеж, но, как сказать, это, конечно, актуально, но сильно дорого получается. То есть, человек, который это все изготавливал, сказал, что он перестал этим заниматься, потому что, ну, сильно дорого. Кому очень надо, я могу скинуть. Если мне постучитесь в личку в Контач. Вот. Либо же, в принципе, вы можете их и сами найти. Или же попросить у Ави, он вам скинет их. Вот такая вот инфа. В принципе, если там у кого возникли вопросы, задавайте. Я отвечу. И всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Скоро будет еще инфа. Авиа.